Книга Тавита. Глава двенадцатая. И призвал Тавит сына своего Товию и сказал ему, приготовь сын мой плату, человеку, который ходил с тобою, ему надо бы еще прибавить. Он отвечал, отец мой, я не буду в убытке, если отдам ему половину всего, что принес, потому что он привел меня к тебе здоровым, и жену мою уврачевал, и серебро мое принес, и тебя также исцелил. Старец сказал так и следует ему, и призвал ангела, и сказал ему, возьми половину всего, что вы принесли, и иди с миром. Тогда, отозвав обоих особо, ангел сказал им, благословляйте Бога, прославляйте Его, признавайте величие Его и исповедуйте пред Ним, пред всеми живущими, что Он сделал для вас. Доброе дело, благословлять Бога, превозносить имя Его и благоговейно проповедовать о делах Божиих. И вы не ленитесь прославлять Его, тайну цареву прилично хранить, а о делах Божиих объявлять похвально. Делайте добро, и зло не постигнет вас. Доброе дело молитва с постом, и милостыню, и справедливостью. Лучше малое со справедливостью, нежели многое с неправдою. Лучше творить милостыню, нежели собирать золото. Ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех. Творящие милостыни и дела правды будут долгоденствовать. Грешники же суть враги в своей жизни. Не скрою от вас ничего. Я сказал уже, тайну цареву прилично хранить, а о делах Божиих объявлять похвально. Когда молился ты и невестка твоя Сара, я возносил память молитвы вашей предсвятого. И когда ты хоронил мертвых, я также был с тобою. И когда ты не обленился встать и оставить обед твой, чтобы пойти и убрать мертвого, твоя благотворительность не утаилась от меня. И я был с тобою. И ныне Бог послал меня уврачевать тебя и невестку твою Сару. Я Рафаил, один из семи святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу святого. Тогда оба смутились и пали лицом на землю, потому что были в страхе. Но он им сказал, не бойтесь, мир будет вам, благословляйте Бога вовек. Ибо я пришел не по своему произволению, а по воле Бога нашего. Потому и благословляйте его имя. Все дни я был видим вами, но я не ел и не пил. Только взором вашим представлялось это. Итак, прославляйте теперь Бога, потому что я восхожу к пославшему меня. И напишите все, совершившееся в книгу. И встали они, и более уже не видели его. И стали рассказывать о великих и чудных делах Божиих, и как явился им ангел Господень. Книга Тавита, глава 13. В радости Тавит написал молитву всех словах. Благословен Бог, вечно живущий, и благословенно царство его. Ибо он наказует и милует, низводит до ада и возводит. И нет никого, кто избежал бы от руки его. Сыны Израилева, прославляйте его предъязычниками. Ибо он рассеял нас между ними. Там возвещайте величие его, превозносите его пред всем живущим. Ибо он Господь наш и Бог, Отец наш во все веки. Накажет нас за неправды наши. И опять помилует и соберет нас из всех народов, где бы вы не были рассеяны между ними. Если вы будете обращаться к нему всем сердцем вашим и всею душою вашою, чтобы поступать пред ним поистине, тогда он обратится к вам и не скроет от вас лица своего. Увидите, что он сделает с вами. Прославляйте его всеми глаголами уст ваших. И благословляйте Господа правды. И превозносите царя веков. В земле плена моего я прославляю его и проповедую силу и величие его народу грешников. Обратитесь, грешники. И делайте правду пред ним. Кто знает, может быть, он возблаговолит о вас и окажет вам милость. Превозношу я Бога моего и душа моя, небесного царя, и радуется о величии его. Пусть все возвещают о нем и прославляют его в Иерусалиме. Иерусалим, город святой, он накажет тебя за дела сынов твоих и опять помилует сынов праведных. Славь Господа усердно и благословляйте царя веков, чтобы снова сооружена была скиния его в тебе с радостью, чтобы он возвеселил среди тебя пленных и возлюбил в тебе несчастных во все роды века. Многие народы издалека придут к имени Господа Бога с дарами в руках, с дарами Царю Небесному. Роды родов восхвалят тебя с восклицаниями радостными. Прокляты все ненавидящие тебя. Благословенны будут вовек все любящие тебя. Радуйся и веселись о сынах праведных, ибо они соберутся и будут благословлять Господа праведных. О блаженны любящие тебя, они возрадуются о мире твоем, блаженны скорбевшие о всех бедствиях твоих, ибо они возрадуются о тебе, когда увидят всю славу твою и будут веселиться вечно. Да благословляет душа моя Бога, Царя Великого, ибо Иерусалим отстроен будет из сапфира, из марагда, из дорогих камней, стены твои, башни и укрепления, из чистого золота, и площади иерусалимские высланы будут берилом, анфраксом и камнем из афира, и на всех улицах его будут раздаваться, Аллилуйя, и будут словословить, говоря, Благословим Бог, который превознес Иерусалим на все веки. Книга Тавита, глава 14. И окончил Тавит словословие. Он был восьмидесяти восьми лет, когда потерял зрение, и через восемь лет прозрел, и творил милостыни, и продолжал быть благоговейным пред Господом Богом, и прославлять Его. Наконец он очень состарился, и призвал сына своего, и шесть сыновей его, и сказал ему, «Сын мой, возьми сыновей твоих». Вот я состарился, и уже на исходе жизни моей. Отправься в Мидию, сын мой, ибо я уверен, что Неневия будет разорена, как говорил пророк Иона, а в Мидии будет спокойнее до времени. Братья наши, находящиеся в отечественной земле, будут рассеяны из сей доброй земли, и Иерусалим будет пустынью, и дом Божий в нем будет сожжен, и до времени останется пуст. Но опять Бог помилует их, и возвратит их в землю, и воздвигнут дом Божий, не такой, как прежний, доколе не исполнятся времена века, и после того возвратятся из плена, и построят Иерусалим великолепно, и дом Божий восстановлен будет в нем на все роды века, здание величественное, как говорили о нем пророки. И все народы обратятся, и будут истинно благоговеть перед Господом Богом, и не спровергнут идолов своих, и все народы будут благословлять Господа. И его народ будет прославлять Бога, и Господь вознесет народ свой. И все, истинно и праведно любящие Господа Бога, будут радоваться, оказывая милость братьям нашим. Итак, сын мой, выйди из Неневии, ибо непременно исполнится то, что говорил пророк Иона. Ты же соблюдай закон и повеление, и будь любомилостив и справедлив, чтобы хорошо было тебе. Похорони меня прилично, и мать твою со мною, и потом не оставайтесь в Неневии. Сын мой, смотри, что сделал Аман с Ахиахаром, который воспитал его, как он из смерти привел его в тьму, и как воздано было ему. Ахиахар спасен, а тот получил достойное возмездие, сошел во тьму. Манасий отворил милостыню, и спасен от смертной сети, которые расставили ему. Аман же пал в сеть и погиб. Итак, дети, знаете, что делает милостыня, и как спасает справедливость? Когда он это сказал, душа его оставила его на ложе. Было же ему 158 лет, и сын с честью похоронил его. Когда умерла Анна, он похоронил и ее с отцом своим. После того, Товия с женою своей и детьми своими отправился в Ягбатаны, к Рагуилу, тестью своему, и достиг честной старости, и похоронил прилично тестья, и тещу своих, и получил наследство имения их, и Тавита, отца своего, и умер 127 лет в Ягбатанах Медийских. Но прежде нежели умер, он слышал о погибели Неневии, которую пленил Навуходоносор, и Осуир возрадовался предсмертью о Неневии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok